Это группа самых распространенных опухолей нервной системы. Развиваются из глиальных клеток. И основное их свойство – это то, что они очень быстро пролиферируют, хорошо инфильтруются в близлежащие ткани и распространяются по мозгу, образуя множественные очаги. И поэтому глиомы очень тяжело лечатся, потому что очень сложно удалить полностью опухоль из-за того, что она проросла в соседние очень часто. И маленькие множественные очаги образуются в отдалённых отделах мозга, которые не затрагиваются при операции или при облучении, если оно происходит. Ну и спинномозговая жидкость – это просто картинка из Википедии. Это жидкость, которая постоянно циркулирует в головном спинном мозге. И, собственно говоря, исходя из этих чисто физиологических вещей, у нас возникла предпосылка, что экзосомы, про которые уже тут много говорилось, это визикулы, которые содержат различные молекулярные грузы, переносят его от клетки к клетке, они содержатся во многих биологических жидкостях, но фактически во всех человеческих, в том числе и в спинномозговой жидкости. И мы предположили, что экзосомы, которые циркулируют в этой спинномозговой жидкости, соприкасаются непосредственно с глиомами, могут иметь то или иное влияние на клетки глиом и на их свойства быстро пролиферировать и мигрировать в повышенном темпе. Основная часть работы была сделана на этом замечательном приборе, который позволяет смотреть пролиферацию клетки в реальном времени. Замечательный прибор стоял у нас год назад, в течение двух недель в демо-версии в Piafee. Прибор хороший, но совершенно замечательный, на мой взгляд, неадекватной ценой за него. Но, тем не менее, на нем мы сделали несколько экспериментов, и потом уже дальнейшие эксперименты, я сразу скажу, потому что я потом забуду, мы повторяли в Институте цитологии, в лаборатории Бориса Александровича Маргулиса, за что я им очень благодарна, за то, что они эпизодически пускают туда, там по записи и редко. Так, ну, в общем, что мы имели на момент, когда у нас стоял этот прибор в качестве демонстрации? Мы имели спинномозговую жидкость от пациентов с болезнью Паркинсона, то есть это не имеющие к онкологии, плазму крови от этих же больных и плазму крови онкологических больных, некий микс из разных локализаций. Мы выделили из них экзосомы ультрацентрифугированием из всех трёх жидкостей и поставили на этом приборе с оккультивированием с клетками глиома. Некая глиома Т, тоже полученная когда-то в нашей лаборатории как первичная клеточная линия, но сейчас она уже стала перевиваемой. Ну и что мы наблюдали? Мы ожидаем и наблюдали, что экзосомы онкологические из плазмы крови, они стимулируют рост опухолевых клеток, в том числе и глиом. Экзосомы плазмы крови здоровых шли примерно как контроль, но на наше совершенно удивление экзосомы со спинномозговой жидкости выделены, они тоже стимулировали почти так же, как экзосомы онкологической плазмы. Ну, как видно по правому графику, скорость удвоения, так называемый этот индекс, у клеток снизился почти в два раза, то есть они стали делиться за 15 часов, грубо говоря, вместо 24, как это у них обычно происходит. Далее мы посмотрели миграцию этих же клеток, так, это я не туда нажала, извиняюсь, миграцию на этом же приборе. Ну, и здесь мы получили тоже ожидаемое, что экзосомы плазмы онкологической стимулируют миграционную активность. Экзосомы плазмы, не онкологической, условно здоровой, из болезни Паркинсона, они тоже в некотором смысле стимулировали миграционную активность. Ну, и экзосомы спинномозговой жидкости, они опять повели себя точно так же, как и экзосомы плазмы онкологической, и они значительно повышали миграционную активность глиальных клеток на этой клеточной линии. Ну, далее мы просто заинтересовались объектом. По спинномозговой жидкости довольно мало публикаций в силу просто ограниченности объекта, потому что, ну, не при всех манипуляциях берется спинномозговая жидкость и довольно сложно ее получить, особенно в институтах, не имеющих отношения к медицине, как наш. Ну, мы их охарактеризовали с помощью динамического света рассеяния, они получились примерно, основной пик в районе там 100, чуть побольше они, чем плазма у нас получились, но это в общем ни о чем не говорит, 120, там где-то 240 нанометров. На них точно так же, как и на плазматических визикулах обнаруживается экзосомальный маркер, в данном случае представлен CD9, но мы делали CD81 и CD63, тоже есть. Но наиболее интересные данные получились по нанотрекинговому анализу, который позволяет определить концентрацию. В общем, оказалось, что концентрация экзосом в спинномозговой жидкости там, ну, минимум на два порядка в среднем получается меньше, чем в плазме. В большей части она даже на три порядка, если пересчитать на изначальную плазму, или изначальную... Ну, в общем, короче, если взять из одного объема и померить концентрацию, то в спинномозговой жидкости она на два-три порядка меньше в целом. Ну, дальше мы имели возможность характеризовать их на криоэлектронной микроскопии. Ну, при первой же попытке мы получили тот же самый результат, что и при НТА. То есть, как тут видно, при одинаковом поле из плазмы крови тут, я не знаю, если видно, можно там 10-15 частиц найти. А даже при гораздо большем поле из спинномозговой жидкости там вот три частицы видно еле-еле. Поэтому пришлось пулировать образцы, выделять по новой, чтобы получить большее количество частиц. Ну и, тем не менее, это нам позволило так довольно подробно охарактеризовать визикулы со спинномозговой жидкостью. Они бывают там разные, целый такой интересный морфологический мир. И мы даже соорудили некую такую статью по криоэлектронной микроскопии визикул со спинномозговой жидкости, поскольку таких публикаций, ну, к тому моменту, когда мы ее писали, не было вообще, сейчас там вот одна появилась. Целый интересный мир. Основная масса их, конечно, вот такие, которые вот это А-картинка, обычная, круглая, но бывают и разрушенные, как вот Светлана Николаевна говорила, да, из которых вытекает жидкость, как вот наш. Бывают такие матрешки, которые одна, в другой, в третий. И, в общем, короче, целые такие морфологические статьи по электронной микроскопии визикул, они там имеют свою нишу некую. Но вернувшись обратно к нашим эффектам, то есть мы увидели некий эффект от экзосом спинномозговой жидкости, которые, несмотря на то, что их мало по количеству, они оказывали на пролиферацию и эмиграцию угляльных клеток. Ну, мы попробовали эффект хорошо, но надо как-то понять механизм. Мы попробовали сделать масс-спектрометрию. Вот можно совершенно не читать этот список белков, потому что мы сделали масс-спектрометрию, всего идентифицировали 86 белков. Из них мы ни один не смогли как-нибудь привязать к тому стимулирующему эффекту, который оказывают эти экзосомы со спинномозговой жидкостью. То есть, ну, во-первых, идентифицировали маловато, во-вторых, по-видимому делу, возможно, не в белках, которые они переносят. Дальше мы попробовали, вообще говоря, на других клетках. Вот у нас появилась в этом институте цитологии возможность попробовать. В этот момент у нас была уже чуть-чуть другая система. Спинномозговая жидкость у нас была от пациентов с синдромом Хакима Адамса. Это такой синдром, когда у них очень большое количество спинномозговой жидкости. У этих пациентов откачивают спинномозговую жидкость в какой-то смысле для профилактики и для диагностики. Поэтому этот материал более доступен для исследований. Плазма крови от этих же больных и плазма онкологических больных. Ну и что мы видим на этих же кривых, что на глиоме Т, на той же клеточной линии. Экзосома онкологической плазмы также стимулировали у нас пролиферацию. Экзосома спинномозговой сейчас тоже эффект остался, но он, кстати, получился ниже, чем в прошлый раз. А, например, на клеточной культуре А-172, которая является более стандартной и общепринятой, мы вообще не наблюдали никакого эффекта от экзосома спинномозговой жидкости. Это голубая кривая на этих кривых. И еще несколько культур мы попробовали, и на них тоже не наблюдали никакого эффекта от экзосома спинномозговой жидкости, полученной от пациентов с хакема Адамса. Ну, поскольку на этот прибор то попадешь, то не попадешь, мы попробовали просто пролиферацию с помощью МТТ-теста померить. Ну, у нас тут мы чисты, у нас все повторилось. На глиоме действительно существует стимулирующий эффект на глиоме Т. На всех остальных проверенных линиях, там еще напитима пробовали, такого эффекта нет. Таким образом, некий промежуточный вывод у нас получился, что эффект, который оказывает экзосома спинномозговой жидкости на миграционную или пролиферативную способность клеток, является избирательным и явно зависит от клеточной, от природы самой клетки, а не от природы экзосом. По крайней мере, мы так решили. Мы слегка застопорились, было непонятно, какую сторону копать. Ну, и в некотором роде мы попробовали объединить наши предыдущие изыскания по поводу экспрессии разных генов в глиальных клетках. Существует такой сигнальный хич-хок-путь. Я тут не буду его подробно описывать, но основная сейчас существует некая тенденция, что этот хич-хок-путь сигнальный с помощью… Как называется это? Забыла. Короче, он может активироваться и очень часто активирован в глиальных клетках и вообще при разных онкологиях он активирован и стимулирует пролиферацию и миграцию клеток. В том числе он может активироваться не только самим легандом, этим хич-хоком, но и экзосомами. Это показано ни в одной уже работе, уже появилось в обзорах, что экзосомы могут активировать хич-хок-путь. И мы, собственно говоря, ну так предположили, что возможно в нашей этой глиоме Т, которая вот у нас получилась уникальная, что в ней экзосомы просто за счет своей липидной составляющей, у них аналог этого хич-хок-леганда, на липидной, на мембранной компоненте присутствует, что они активируют этот путь. Ну и, собственно, мы посмотрели, у нас были данные по экспрессии генов, которые входят в этот хич-хок-путь на всех глиомах, которые у нас там возможны, но вот видно, что в глиоме Т он у нас, в общем, довольно низкий. Мы предположили, что в ней он активирован, но не сильно, скажем так. И при добавлении экзосом со спинномозговой жидкостью мы посмотрели экспрессию этих генов хич-хок-пути, но и оказалось, что, например, ГЛИ-3, вот у нас активный уровень МРНК, при взаимодействии клеток с экзосом, с экзосомом и спинномозговой жидкостью увеличивается где-то там в два, полтора-два раза. Но, между прочим, все остальные мишени этого сигнального пути у нас не увеличивались, у нас была абсолютно одинаковая экспрессия этих генов при добавлении экзосом спинномозговой жидкости и без нее. Ну, таким образом можно сформулировать некие окончательные выводы из этой работы, кроме как копаете дальше и, видимо, в другую сторону. Ну, то, что экзосомы спинномозговой жидкости могут оказывать стимулирующий эффект на пролиферацию и миграцию злокачественных глиом, это вроде бы как неоспоримо, мы несколько раз это проверили. Этот наблюдаемый эффект является избирательным и характерен не для всех клеток глиом, а для каких-то характерен пока не совсем понятно по каким причинам. Возможно, что он является следствием максимальной активации сигнального пути «Соник Хичкок». Но наших данных для однозначного утверждения это пока недостаточно. Я считаю, нам надо тут вот копать и, видимо, глубже, либо в другом направлении. Все, спасибо за внимание. Оно благодарности этим участникам. Это работа выполнена в трех институтах, то есть основная масса в Пиафе. Протеомику нам делают Станислав Нарыжный в институте биомедицинской химии. Материал, за которым очень благодарны, это Гаврилов из военно-медицинской академии, ну и Роман Камышинский, наш товарищ по криоэлектронной микроскопии, который делается в Курчатовском Москве. Вообще говоря, единственная точка в стране, где вообще есть криоэлектронный микроскоп. Спасибо за внимание. Да, теперь уже. Спасибо большое. Вопросы? Да? Вы показывали очень интересные результаты по криоэлектронной микроскопии экзосом и показали, что они могут иметь очень интересную структуру, морфологию. У меня такой вопрос. Есть связь вот этой структуры, их строения с размерами? Или это при одних и тех же размерах могут же быть более сложные, более простая структура? Может быть, и так, и так. Вот я скажу так. То есть, прямой связи нет, да? Могут быть маленькие, у которых внутри еще, еще, еще. А при этом размер большой, которое, он как бы маленький. То есть, эти самые 100 нанометров, ну, или там 140. Могут быть большие, внутри которых поменьше, поменьше, двойные, целый мир. Мне очень понравилась вообще эта работа, потому что на этом этапе их просто видишь визуально, а не просто так как-то о чем-то говоришь, непонятно о чем. у меня маленький вопрос. Татьяна, а вы не смотрели, вот когда вы сделали анализ белков, да, моспитометрии, идентифицировали их, вы не смотрели, какие у вас белки отвечают за пролиферацию, за миграцию? Может быть, у вас просто еще там как-то дополнительно разложится то есть ваши имеющиеся же данные как-то доанализировали? У нас получилось очень мало этих белков, там в основном моноглобулины, эти интегрины, которые там на поверхностях. Ну, во-первых, я считаю, что надо больше скопить этой спидномозговой жидкости и попробовать эту моспитометрию еще. Этот спектр явно будет больше, потому что у нас получилось мало материала, скорее всего. И, возможно, там что-то проклюнет, но вот из этих восьмидесяти, ну, я не смогла найти в них ничего, что могло бы как-то связаться по литературе, с пролиферацией или с миграцией, тем более. Ну, ясно. Василий, вы что-то хотели спросить? Да, Илья, спасибо большое, ты тоже. Спасибо за презентацию, очень интересно. Небольшое продолжение как бы вопроса Юрия Григорьевича. Просто интересно, вот я пропустил этот момент, вот каким образом экзосомы именно выделялись вот до того, как вы анализировали на электронном... Просто ультрацентрифугирование. Ультрацентрифугирование. Двойные. Да, я почему спрашиваю, потому что мне интересно, вот могло ли... Могло. Как ультрацентрифугирование, конечно, такой метод... Могло. Ну, как мы тоже по вопросам... Могло, при ультрацентрифугирование... Ну, это известный, но хотя бы на самом деле спорный факт, потому что никто не делает по-другому, как сравнишь, выделенные так, выделенные всяк. Из плазмы, выделенные так, выделенные без ультрацентрифугирования, они тоже бывают двойными, там, тройными матрёшками. Бывает. По криоэлектронной микроскопии, мы пока писали эту статью, мы изучили, ну, всё, что есть. Кстати, очень мало статей по криоэлектронной микроскопии в визикул, потому что это, ну, в некотором смысле из пушки по воробьям. За их структуру всё равно не сделаешь, ну, такое писательное, морфологическая вещь. Но бывают и при выделении, там, иммунными способами, не из спинномозгового, а из плазмы. Бывают тоже двойные, тройные и вытекающие, ну, вот то, что вытекает из них, содержимое. Бывает и при других выделениях, других способах выделения. Но там есть ещё нюансы, есть эта заморозка-разморозка, она тоже может это образовывать, а без неё как бы не обойтись при крио, то есть она сама по себе входит в состав этого метода. Но лучше, чем крио, не увидишь всё равно ни на каком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok